Новости 24 на ННТ в студии Махач Курбанов. Короткий анонс. Совещание работников образования под руководством главы Дагестана прошло в Доме дружбы. Сотрудники МВД готовятся к новому учебному году. Проверяются образовательные учреждения, уличная дорожная сеть и школьный автотранспорт. Боксеры из 19 стран подтвердили свое участие в турнире памяти Магомед Салама Умаханова. Ежегодное августовское совещание работников образования с участием главы республики прошло сегодня в Доме дружбы. Педагоги и другие работники системы образования обсуждали итоги прошедшего и ставили задачи на новый учебный год. Подробнее о встрече расскажет Абдул Алиев. Перед началом совещания глава региона обошел шесть палаток, представляющих вузы Дагестана с информацией о взаимодействии системы общего образования республики. В фойе Дома дружбы также была размещена выставка достижений республики Дагестан в области образования. Особое внимание главы региона привлекла выставка робототехники бизнес-инкубатора Пери-инновации. Чеое обращение? Моя. Как зовут? Хорошо. А для чего ты ее создал? Ну, вот на данный момент я создал ее для нашего робосумо. Чего? Робосумо. Ну, робобои. Робосумо – это и есть такая категория соревнований, которые проводятся на всероссийском уровне. После обхода выставки достижения образования в зале Дома дружбы состоялось открытие августовского совещания. Со вступительным словом с президиума ко всем собравшимся обратился Рамазан Абдуатипов. Он отметил, что несмотря на непростую ситуацию в сфере образования, за последние три года удалось вывести республику из глубокого кризиса. Мы получаем благодарность правительству Российской Федерации за чистое проведение единого государственного экзамена. И это достигнуто нашей совместной работой с Рособранадзором Сергеем Сергеевич Кравцовым, его команда, которая не стала проверять, которая не стала искать какие-то там грехи, которых масса была. А вместе с нами обеспечила чистоту проведения единого государственного экзамена. Руководитель региона озвучил проблему нехватки квалифицированных кадров в различных сферах деятельности. Здесь он отметил некачественную работу руководства Дагестанского педагогического университета. Глава республики настоятельно рекомендовал директорам и учителям Махачкалинских школ уделять большое внимание духовным ценностям. Человек обретает свою свободу и достоинство благодаря образованию и культуре. Если он не приобщен к образованию и культуре, он не формирует свое личностное и гражданское достоинство. Об итогах прошедшего года и о задачах на будущее рассказала директор Федерального центра тестирования Юлия Егорова. По ее словам, в Дагестане за 2017 год наблюдается заметное сокращение неатестованных выпускников. Но если с результатами единого госэкзамена дела обстоят неплохо, то о БГ и всероссийских проверочных работах для выпускников после 9 класса нельзя сказать того же. Там, по ее словам, в силу снисходительности и мягкости учителей по отношению к своим ученикам можно наблюдать немало нарушений. Безусловно, в каждом государстве развитие системы образования является одной из приоритетных задач. Особенно это ярко прослеживается в тенденциях последнего времени в Российской Федерации. А государственная итоговая аттестация – это тот инструмент, то мерило, которым можно замерить на выходе качества образования. Мероприятие завершилось вручением государственных наград Республики Дагестан особо отличившимся работникам образования. Абдулла Алиев, Хадижа Курбанова, Гелач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Махачкала. Ежегодно 22 августа все россияне празднуют День государственного флага Российской Федерации. В честь праздника в городе Махачкале прошел ряд мероприятий, посвященных этому знаменательному событию. Выставки, конкурсы и встречи в центрах традиционной культуры народа в России. На одном из таких мероприятий побывала и наша съемочная бригада. На фоне высокого неба развивается триколор российской державы. Символ мужественности, благородства, верности и чести. Так в народе истолковывают цвета флага. Главным событием Дня российского флага в Махачкале стало торжественное мероприятие на площадке перед Русским драматическим театром, организованное управлением культуры администрации города. Вся ценность подрастающего поколения зависит от нас с вами. Насколько мы сможем передать те ценности, которым будут мотивированы наши подрастающие поколения. Уважайте, цените все, что создали наши предки, отцы наши, деды наши. Поздравляю вас с великим праздником. День российского флага помогает объединить общество при помощи вечных ценностей, патриотизма и государственности. Так утверждает в один голос махачкалинцы. Праздник не является выходным днем, однако народу на мероприятии собралось немало. Этот праздник вырабатывает чувство патриотизма. Я как горожане ежегодно посещаю этот праздник на территорию города Махачкалы. Всегда очень нравится, всегда очень интересно. Это символ единения нашего народа многонационального. В России живет много народа, в этом сила Российской Федерации. И поэтому День российского флага, российского триколора – это день единства, день нашей совместной дружбы всех народов Российской Федерации. И это наш символ нашего будущего. Мероприятие продолжилось культурной программой, в рамках которой выступили лучшие махачкалинские исполнители и творческие коллективы, воспитанники детских школ искусств и солисты детской филармонии. Хадижа Курбанова, Гилаш Курбан Алиев, телеканал ННТ, Махачкала. Новости с Хаджа. Ежедневно в Медине руководители рейсов и групп паломников проводят собрания в гостиницах. Накануне собрания уже с руководителями всех рейсов, вылетевших в Медину, провел Казим Тимирбулатов, куратор по работе с руководителями рейсов компании «Марватур». Подробнее в материале наших коллег. В ходе совещания участники обсудили организационные вопросы, связанные с размещением паломников в гостиницах и другими этапами хаджа. Казим Тимирбулатов подчеркнул ответственность, лежащую на руководителях групп, так как общее впечатление паломников о хадже во многом зависит от качества работы руководителей, которые сопровождают паломников на всех этапах совершения пятого столба ислама. В конце хаджа мы планируем, иншаллах, провести анкетирование анонимное. Каждый паломник, иншаллах, он запишет свое мнение о своем руководителе, о помощнике. Короче, он запишет, я доволен его работой, я недоволен. И чем он недоволен, например? Вот здесь, например, руководитель поступил вот так. Вот здесь я к нему обратился, он меня игнорировал. Вот такие, каждый паломник это запишет, мы, вначале, это организуем. И, исходя вот из этих жалоб, вот из этих замечаний, вначале, руководство даст оценку в вашей работе. В преддверии нового учебного года сотрудники МВД республики проводят комплексное обследование образовательных учреждений на предмет технической укрепленности и антитеррористической защищенности. Так, в селе Каркмаскала Кумтаркалинского района сотрудники МВД осмотрели местную школу на наличие периметральных ограждений, наличие охраны и кнопок тревожной сигнализации на соблюдение норм пожарной безопасности. Основная цель мероприятий – противодействие преступности и обеспечение общественного порядка в День знаний. Подобное обследование в эти дни проводится по всем районам республики, отметили в Министерстве внутренних дел. По всем выявленным нарушениям направляются представления сотрудниками полиции территориальных ОМВД, направляются представления в администрацию школы, учреждения, в администрацию города или района, а также в прокуратуру для устранения выявленных недостатков и принятия соответствующих мер. Под контроль День знаний возьмут также и в Республиканском ГИБДД. Перед началом учебного года сотрудники обследовали состояние улично-дорожной сети в окрестностях общеобразовательных школ, проверили состояние школьного автотранспорта. В стенах Муфтията Дагестана заместитель Муфтия Идриса Садулаев провел рабочие встречи с имамами Кизлярского и Тарумовского районов, а также города Южно-Сухокумск. В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления в деятельности имамов, подведены итоги работы богословов за истекший период, а также даны рекомендации по реализации намеченных планов на ближайший срок. Также Идрис Садулаев поинтересовался ходом перерегистрации мечетей в населенных пунктах, их внешним видом и соответствием с санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Пришло время коротких новостей. Ума Ибрагимова продолжит. Съемки туристического реалити-шоу «Завещание предков» стартовали в Хунзахском районе. Участниками стали 10 молодых блогеров. Им предстоит разгадать средневековые тайны и найти зашифрованное более 600 лет назад «Завещание предков». Первый съемочный день проекта прошел на Хунзахском плато. На втором этапе шоу блогеры ждут испытания в ауле «Призраки Старой Кахип». Мурат Долгатов назначен новым полномочным по защите прав предпринимателей в республике. Указ об этом подписал глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. Данная должность была вакантна с середины июня. До конца января этого года Мурат Долгатов руководил комитетом по государственным закупкам Республики Дагестан. Футболист Анжи сыграет в отборочных матчах молодежного чемпионата Европы. Полузащитник Анжа Язгулиев получил приглашение в молодежную сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы 2019 с Арменией и Гибралтаром. Передает официальный сайт Российского футбольного союза. Внимание жители республики! До 23 августа в большинстве районов Дагестана ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Дагестан. О спорте. Боксеры из 19 стран подтвердили свое участие в 19-м международном турнире памяти видного государственного деятеля Магомед Саламову Маханова. Соревнования пройдут с 24 по 30 августа в Каспийске. В этом году соревнование примет Дворец спорта при Энергетическом колледже. Ожидается, что участниками мемориала у Маханова станут около 300 мастеров кожаной перчатки практически со всех частей света. На стадии разрешения вопрос с выездом в Россию команд Венгрии, Нигерии, Венесуэлы, Индии. Отдельным составом в турнире по традиции выступит дагестанская команда. Участники соревнований определяют победителей и призеров в 10 весовых категориях у мужчин и в 5 категориях среди женщин. Церемония открытия турнира намечена на 24 августа. Ну и в конце выпуска курс валюты на завтра. Доллар 59 рублей 3 копейки, евро 69 рублей 59 копеек. На этом у нас все. Оставайтесь с нами. Смотрите наши новости на сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова